Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. Большинство лауреатов Нобелевской премии умеют играть хотя бы на одном инструменте. А в Японии музыка – обязательный школьный предмет на протяжении всех лет обучения. У нас азам этого нелегкого вида искусства учат лишь до пятого класса. А кто учится сегодня в музыкальных школах, чему она учит и зачем ее оканчивать? Детская музыкальная школа «Самара», носящая имя выдающегося композитора и педагога Дмитрия Кабалевского – одна из самых известных музыкальных школ города с яркой биографией. Воспитанники школы неизменно пополняют творческую копилку возможными наградами, призами, принимая участие в многочисленных конкурсах. А в чем же секрет успеха школы и ее учеников, я спрашиваю сегодня у моих гостей в их профессиональный праздник – День Учителя. Итак, я представляю Алину Сергеевну Бараненко, директор детской музыкальной школы имени Дмитрия Борисовича Кабалевского и заместитель по учебно-воспитательной работе Наталья Александровна Семьевна. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Ну что же, конечно, хотелось бы начать нашу с вами программу с поздравления. Сегодня ваш профессиональный праздник. С Днем Учителя, уважаемые педагоги. Спасибо. Ну и давайте, конечно, поговорим, Алина Сергеевна. Вот учебное заведение, которое вы возглавляете, несомненно, конечно, имеет и богатую историю. И выпустило очень много знаменитых, талантливых музыкантов. В чем же уникальность вашей школы? Все-таки вот неизменный тандем – педагог-учитель школа. В музыкальной школе дети приобщаются к музыке по всем направлениям. Они не только учатся играть на музыкальном инструменте – фортепиано, балалайка, гитара, кларнет, но и поют в хоре, играют в оркестре, в ансамбле, изучают музыкальную литературу, сольфеджио. Таким образом, уникальность музыкального образования заключается в том, что наряду с развитием специальных знаний, умений и навыков, дети творчески обогащаются. Учатся нестандартно, креативно мыслить, организовывать себя, дисциплинировать и справляться с трудностями. Эстетически и духовно обогащаются. И, как гласит высказывание Дмитрия Борисовича Кабалевского, духовный багаж, в отличие от обычного багажа, обладает удивительным свойством. Чем он больше, тем легче идти человеку по дорогам жизни. И я считаю, что главное в обучении музыке – это привить интерес к ней. А уже через интерес в детях пробуждается любовь к искусству. И первоначально этот интерес возникает через личность учителя, преподавателя, через профессиональную, культурную среду, атмосферу самой школы. И в этом, конечно, неизменные тандемы заключаются. Я не могу с вами не согласиться, потому что, вспоминая свою школу, я просто говорю об общеобразователям, я не училась в музыкальной школе. Но если педагог тебе интересен, если ты его слушаешь, как говорится, полностью вникая, то и предмет тебе дается очень легко. И вот вы прекрасно привели пример. Наталья Александровна, скажите, пожалуйста, во сколько лет стоит малыша вести на вступительный экзамен? Ну, начнем с того, что в нашу школу дети принимаются с 4 лет в группу раннего эстетического развития. Дети посещают такие занятия, как сольфеджио с элементами ритмики, хор и занятия на музыкальном инструменте. Ну, на музыкальном инструменте, как правило, дети с 5 лет начинают обучаться. Ну, хочется отметить, что это платное подготовительное отделение, оно образовано в 2017 году для решения нескольких основных задач школы. Одна из самых главных задач – это подготовка, профессиональная подготовка учащихся в подготовительных отделениях для поступления в первый класс детей. То есть это выполнение муниципального задания, чтобы дети переходили в первый класс сразу же после подготовительного отделения. Ну, и вторая задача, немаловажная, это развитие материально-технической базы школы за счет поступления денежных средств. Конечно же, вступительный экзамен у нас проходит в первый класс с 6 лет 6 месяцев. Это согласно федерально-государственным требованиям по приему и индивидуальному набору учащихся. В наступительном экзамене мы проверяем такие параметры, как слух, ритм, память. И это нам в той или иной мере может сказать о музыкальных способностях учащихся. Алина Сергеевна, ну неужели малыш, для меня вот это сегодня личное открытие, придя в 4 года и пройдя вот какие-то начальные азы музыкального воспитания, обучения, ему легче дается общеобразовательные предметы? Он с легкостью более поступает в первый класс и продолжает обучение? Безусловно. Вот музыкальное образование мы просто рекомендуем для всех. Хорошо. Мы очень начали замечательную нашу с вами программу, но одно рассказывать на словах, а другое посмотреть, как выглядит ваша школа. Давайте обратимся к видео и посмотрим видеопрезентацию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 ПЕСНЯ Алина Сергеевна, реализация национального проекта «Культура» 2020 года. Я знаю, что Ваша школа активно включилась в этот проект, в реализацию его. Это действительно так? В чем это выражается? Очень важно, что внимание культуре уделено сегодня самым пристальным образом на государственном уровне. И мы ощущаем эту поддержку, более того, она нам крайне необходима. Речь идет о реализации национального проекта «Культура» в период с 2019 по 2024 годы по трем ключевым направлениям. Первое – это культурная среда, модернизация инфраструктуры, создающая благоприятные условия для образовательного процесса, для всестороннего развития личности. Второе направление – творческие люди, грантовая поддержка, стипендии, одаренным детям, талантливой молодежи, повышение квалификации педагогических кадров в нашей отрасли культуры. И третье направление – это цифровая культура, внедрение цифровых технологий в культурное образовательное пространство. Вот хочу отметить, что в конце декабря 2019 года всем школам искусств нашего региона было поставлено пианино Николай Рубинштейн российской фабрики «Аккорд». И в 2020 году наша школа в числе четырех школ города очень активно включилась в реализацию данного проекта. Конечно, хочется сказать слова благодарности и Министерству культуры Самарской области, и Департаменту культуры и молодежной политики, администрации городского округа Самара. Нам были поставлены новые стулья в концертный зал, приобретена новая мебель в учебные классы, оргтехника была поставлена в административные кабинеты, интерактивная доска в кабинет теории музыки, дирижерский подиум приобрели для образцового художественного коллектива оркестра «Перезвоны». И на тысячу единиц пополнился наш библиотечный фонд новой учебной и нотной литературой. И мы ожидаем поставку музыкальных инструментов. Была сделана довольно-таки внушительная заявка на все группы музыкальных инструментов и народные, и струнные, и духовые пианино. Вот как раз мы видим фотографии, вот именно оснащение школы. Скажите, ну это действительно важно для педагогов, для ребят? Это вот действительно такой вспомогающий элемент для обучения? Ну это действительно очень большой подспорье. Конечно, нам есть еще к чему стремиться, но уже то, что мы имеем на сегодняшний день, вы знаете, это действительно здорово. То есть можно реализовать самые смелые педагогические идеи. Да, и мы готовы. Я знаю, что еще было переименование школы. Расскажите, пожалуйста, Наталья Александрович, с чем это произошло? Переименование школы произошло у нас 18 мая 2020 года по распоряжению первого заместителя администрации городского округа Самары Харитонова. Переименование произошло не только у нас. Это понесли все именные школы города Самары. И, наверное, это было правильно сделано. Там кардинально ничего не изменилось. Только номер убрался, и осталось имя композитора, в честь кого была названа школа. То есть наша школа называется детская музыкальная школа имени Дмитрия Борисовича Ковалевского. И, наверное, это было правильно сделано, так как такие имена рядом с номером теряют свою значимость, свой смысл. И, конечно, это ничего не повлияло на нашу работу школы. И она не перестала быть прежней. А, наверное, наоборот, стала с большей гордостью носить имя Дмитрия Борисовича Ковалевского. Изменились нормативные документы. Ну, наверное, табличка, да? Да. А школа осталась прежней. Школа осталась прежней и продолжает наращивать дальнейшие успехи. Вот, Наталья Александровна, расскажите, пожалуйста, а что должно быть все-таки первично для педагога музыкальной школы, чтобы учеба для ребенка была очень и очень интересной? Ну, самое главное для педагога – это, конечно, саморазвитие. Это первостепенно, что должен делать педагог. Все время развиваться, не останавливаться на достигнутом. Организовывать процесс таким образом, чтобы ребенку было интересно. Вносить импровизационность какую-то, осваивать технологии новые, быть на одной волне с учеником – это самое важное. И тогда будет интересно ребенку заниматься, когда самому педагогу интересно. Преподавать. Преподавать, да. Это такой важный фактор. И урок специальности невозможно спланировать, вот как, допустим, урок математики. Конечно, ставятся цели, задачи. И эти задачи будут решаться с каждым ребенком абсолютно по-разному. И, конечно, это интересно становится уже и педагогу. Он ищет какие-то подходы. Каждый ребенок индивидуален. И, естественно, это становится интересным детям. Вот как раз к вопросу о выпускниках. Алина Сергеевна, а можно ли сказать о Ваших выпускниках, что это эксклюзивная работа? Да. О том, что в детской музыкальной школе имени Дмитрия Борисовича Кабалевского упор делается на мастерство, свидетельствует достижения выпускников школы. И есть такие имена, которые блистают на мировом уровне. Это наша гордость, оперная певица, обладательница премии Грэмми Екатерина Лехина, баянист, автор-исполнитель, композитор Сергей Войтенко, баянист Дмитрий Хромков. Многие наши выпускники играют в филармоническом симфоническом оркестре, в симфоническом оркестре театра оперы и балета, преподают в Самарском музыкальном училище имени Дмитрия Георгиевича Шаталова, в Самарском государственном институте культуры. Но хочется также отметить имена выпускников, а ныне студентов, которые в скором времени пополнят наши профессиональные ряды. И о которых мы еще услышим, да? Безусловно. Родин Владимир, фортепиано, студент первого курса Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, Махов Никита, виолончель, студент Московского института музыки имени Шнитке, Галицкого Дарья, Лаганов Алексей, учатся сейчас в музыкальном училище имени Гнесиных. В Самарском музыкальном училище имени Дмитрия Георгиевича Шаталова сейчас проходят обучение Огуреева Елена, Ланских Кристина, Лебедева Анастасия, Меркулова Наталья. И на первый курс в этом году кафедры фортепиано Самарского государственного института культуры поступила Герасимец Мария. Поэтому мы бесконечно гордимся нашими выпускниками. Алина Сергеевна, часто к вам приходится общаться со своими выпускниками? Приходят ли они в школу? Вот сегодня поздравили вас с днем учителя? Поздравили. Телефон не умолкает с самого утра. Я хочу сказать, что, конечно же, мы общаемся. Более того, мы соприкасаемся очень тесно на профессиональном уровне. Вот яркий тому пример. В 2018 году Сергей Иванович Войтенко организовал на базе школы творческую мастерскую обучения игры на баяне и аккордеоне. Мы очень тесно, профессионально общаемся с преподавателями Самарского государственного института культуры нашими выпускниками. Ирина Сигал, доцент кафедры вокального искусства. Татьяна Свитова, доцент, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой фортепиано. С институтом культуры у нас заключен договор о взаимосотрудничестве, в рамках которого мы решаем совершенно разные задачи. Мы проводим наши мероприятия в концертном зале института культуры. И в свою очередь приглашаем студентов проходить педагогическую практику к нам в школу. Но еще, конечно, наши выпускники, которые окончили много лет назад музыкальную школу, получили высшее образование и уже в качестве преподавателей вернулись в родную школу и очень много лет преподают. Не могу не отметить, это и Ирина Васильевна Шовалева, Галина Михайловна Леонтьева, Светлана Анатольевна Лунева, Светлана Владимировна Соломина, Марина Владимировна Самсонова и Елена Михайловна Шмелева. Так что вот преемственность. Воспитываем кадры для своей школы. В этом году вся страна, все школы прошли через горнел дистанционного обучения. Я не могу не задать вам вопрос, как был организован процесс у вас. Наталья Александровна, вот как, объясните мне и нашим уважаемым телезрителям, стоит на дистанционном обучении можно научить игры, ну, к примеру, на скрипке? Ну, пандемия, конечно, внесла свои коррективы в жизнь людей, и в том числе в образовании, и коснулась, конечно, подготовительного, образования нашей музыкальной школы. Сейчас, на данный момент, мы готовы полностью к дистанционному обучению. Не секрет, что у детей сейчас очень много соблазнов, интернет, компьютерные игры, другие современные развлечения. Вот, все-таки, для занятий, именно в музыкальной школе, нужны усилия, нужна определенная тяга, время. Вот, остается ли у современных детей, вот, именно эта тяга к музыкальной школе? Да, разнообразия в дополнительном образовании действительно очень много, но это вопрос расстановки приоритетов. И вот я каждое родительское собрание для первоклассников, для подготовительных групп, начинаю именно с этого вопроса. И призываю родителей не стремиться записать своих детей во все возможные кружки, спортивные секции. Хотя, вы знаете, очень многие родители с энтузиазмом это делают, но необходимо соизмерять силы ребенка. И возможности, поскольку нагрузка учебная в общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях, она действительно очень велика. Но и мы тоже школа, несмотря на то, что дополнительное образование. У нас также есть учебный план, мы ему строго следуем, система оценивания, зачеты, экзамены. Мы тоже работаем на результат. А если дети перегружены, они устают. И вот интерес, о чем говорила в самом начале к музыке, он, конечно, пропадает. А ребенку важна ситуация успеха. И это как мотивация к тому, чтобы покорять все ступени мастерства. Ну, уважаемые педагоги, дайте совет. Вот если ребенок поставил в угол скрипку, говорит, не хочу, не буду. Вот что делать, дайте совет. Такое бывает и довольно нередко. И в основном это приходится на подростковый период, когда ребенок отучился уже 3-4 года. И начинается у него какая-то новая жизнь, ему хочется свободы, погулять. И музыка в его планы уже не входит. И здесь самое главное быть таким тандемом. Родитель, педагог, администрация. Чтобы у нас была одна общая цель. Не уговорить ребенка, а дать ему понять, для чего это ему нужно. Что музыка в его жизни будет не только вот в этот данный период, она у него останется на всю оставшуюся жизнь. И когда родители поддерживают наше нежелание, а то, чтобы ребенок оставить в этой музыке, в этом творчестве, в этой структуре, душа музыкальная, чтобы у ребенка было развитие. Тогда у нас получается остановить этот процесс и вернуть его обратно в школу, чтобы он остался в этом творчестве. Но бывает нередко, когда родители просто говорят, ну как решишь, так и будет. Ну тогда мы бессильны уже. Конечно, здесь уже родитель, как никто другой знает своего ребенка. И только он сможет правильно ему объяснить и понять его, что он хочет. Вам приходится это делать, я так понимаю, да? Ну бывает, конечно. Все-таки разговаривать с детьми, с родителями. Но эта задача еще и ваша, вы же педагоги. Вот и нужно воспитывать. Конечно, конечно. Я и говорю, ну просто чтобы это было тандемом. А когда мы как бы на себя одеял тянем, а не на себя, и получается как бы не туда, не туда. Ну, надеюсь, что у вас слаженная работа. У нас слаженная. Да, вот все-таки в преподавательском составе школы есть и молодые педагоги, и опытные преподаватели. Вот как, Алина Сергеевна, одних удается удержать, а других заманить? Ну, вы знаете, в нашей школе сложился очень такой баланс между корифеями музыкальной педагогики, нашими замечательными ветеранами, и между молодыми преподавателями. И в этом смысле ветераны, они очень щедро передают свой опыт, а молодые, соответственно, с большим энтузиазмом и благодарностью перенимают этот опыт. Ну, я хочу сказать то, что касается удержать молодых. Ну, как-то атмосфера нашей школы, она сама располагает к тому, чтобы приходить и работать. Мы вот создаем такую атмосферу и такие условия. И для преподавателей, которые имеют статус молодого специалиста, есть надбавка к должностному окладу, наверное, на начальных этапах, это тоже немало значит. Да, и приятный бонус. Вот я хотела бы, да, поговорить о юбилее. 60 лет со дня образования детской музыкальной школы Дмитрия Борисовича Кабалевского проведение межрегиональной научно-практической конференции «Музыкальное и педагогическое наследие» в образовательном пространстве 21 века. Все правильно я сказала? В заочном формате. Расскажите, пожалуйста, Алина Сергеевна, об этом событии. Ну, 2020 год, он оказался значимым для нашей школы. Много разных событий произошло, о которых мы уже упомянули на передаче. Ну, год еще продолжается, и то ли еще будет. Ну, вот школа встретила свое 60-летие, была проделана огромная работа, в которую были вовлечены все преподаватели и учащиеся школы. Мы подготовили получасовой фильм о нас, написали статью в журнал «Самарские судьбы», подготовили наградные материалы для всех сотрудников, без исключения. Мы готовили награды от школьного уровня до самого высокого ведомства. И, конечно, мы активно готовились к трем ключевым мероприятиям. Это праздничный концерт на сцене Дворца культуры имени Пушкина. Сценарий прорабатывали вместе с режиссером. Далее это межрегиональная научно-практическая конференция «Музыкальное и педагогическое наследие Дмитрия Борисовича в образовательном пространстве XXI века». Были приглашены гости для участия в конференции. Это внучатый племянник Дмитрия Борисовича Василий Федорович Щербаков, пианист, композитор, профессор Московского государственного института культуры. И это был бы не первый визит Василия Федоровича в нашу школу. И мы приглашали делегацию из одноименной школы города Орла, детской школы искусства имени Кабалевского. Ну и третье мероприятие – это сольный концерт, большой концерт образцового художественного коллектива Оркестра русских народных инструментов «Перезвоны». Но вот все мероприятия, они были запланированы на середину марта и апрель, но по причине пандемии коронавируса не суждено им было состояться. Но я хочу сказать, что мы ни капельки не огорчены. Вот в данной ситуации важен был сам процесс подготовки, который подарил нам богатый опыт и, конечно, незабываемые эмоции. А то, что касается конференции, мы ее провели в заочном формате, и гости, которые должны были присутствовать, прислали материалы, и мы издали сборник. Вот на память об этом событии еще и сборник проведения конференции у нас есть. Потрясающе. Вот все-таки в конце программы хочу попросить Вас рассказать о творческой стороне жизни музыкальной школы. Ведь педагоги, учащиеся, выступают в концертах, принимают участие в различных конкурсах, и у Вас очень богатая, насыщенная творческая жизнь. У нас есть фотографии, а Вы прокомментируйте, пожалуйста. Концертная деятельность школы – это неотъемлемая часть жизни школы. И участие в концертах, конкурсах, различных творческих мероприятиях – это продукт деятельности учеников и преподавателей. Конечно, у нас, как Алина Сергеевна сказала, было много запланировано, но мы не отчаиваемся. Мы все свои планы реализуем в этом году. Пандемия, в конце концов, закончится, и мы опять будем ярко выступать. Спасибо. Наша школа всегда славилась своими коллективами. У нас на счету два образцовых коллектива. Это, как сказала Алина Сергеевна, Оркестр русских народных инструментов «Перезвоны» руководителя Балашова Натальи Евгеньевны и ансамбль вилончелистов «Ноктюрн» руководителя Гроховска Людмила Ивановна. Помимо этого, у нас есть еще хоровые коллективы. Это хор младших классов «Рудничок» и «Старший хоросвет», и плюс еще два хора первого и второго класса. Потом у нас есть еще оркестр младших классов, оркестр русских народных инструментов «Подснежник». И еще есть оркестр духовых инструментов. Все это действует в каких-то образцовых коллективах, не педагоги, преподаватели сидят, а вот в младших классах, которые там только дети, естественно. Ну, хотелось бы отметить, что у нас есть еще коллектив педагогический, это ансамбль народных инструментов «Контабили», и которые тоже много уже принимали участие в профессиональных конкурсах, такие как «Призвание» и «Ворский проспект». И хочу отметить, что более 400 учащихся, из контингента 425 человек, участвуют в конкурсах, в концертах, в всевозможных мероприятиях, и кто-то сольно, кто-то в коллективе. Хотелось бы пожелать всем здоровья, чтобы наконец-то эта пандемия отступила, и мы в полную силу стали уже выступать на концертах. Работать, зазмучали бы, в полную силу. Своим замечательным коллективом. Малина Сергеевна, что же в конце заключительный вопрос. Какие задачи стоят перед школой, перешагнувшие 60-летия? Я считаю, что с образовательными задачами, творческими проектами мы справляемся. Как бы самонадеянно это ни звучало, это наша повседневная работа. Но стоит уделить большое внимание созданию комфортной современной инфраструктуры. И мы сейчас работаем над проектно-сметной документацией, на проведение капитального ремонта здания, благоустройства прилегающей территории. И, конечно, очень надеемся, что эта амбициозная и масштабная задача будет выполнена в рамках национального проекта «Культура». В отношении дальнейшего развития музыкального образования могу сказать, что дети меняются, время меняется, безусловно, оно вносит свои коррективы. Но для того, чтобы достичь результат, надо очень много работать и надо прикладывать большие усилия. И понимание этого, что вчера было и сегодня, есть это понимание, и завтра оно будет. И я четко осознаю, что эскалатора, везущего нас, школу, к успеху, его не существует. Приходится пользоваться лестницей и подниматься каждый раз вот только на одну ступеньку. Сколько их было, сколько их еще будет. Но, вы знаете, счастье, оно ожидает нас не в конце пути, оно дано нам в процессе самого движения. Ой, спасибо большое. Я буквально заслужилась, лучше не скажешь. Спасибо вам за очень такой позитивный информационный эфир. Еще раз от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. И спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Хочется пожелать профессиональных успехов, роста, терпения, послушных учеников, которые тянутся к знаниям простого человеческого счастья. Пусть вся ваша жизнь будет складываться исключительно по вашему сценарию. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова